В библиотеке есть две мои книги, которые по материалам лекции написаны. Во-первых, это лекции по философии истории. Это я читал для пятого курса историков. Этот курс исчез в связи с исчезновением специалитета. Это был один из последних предметов, которые изучали историки. Его теперь нет. А вторая книга, еще больше, чем эта, называется «Социальная диалектика». Николай Васильевич Попов. «Социальная диалектика», и вы тоже можете брать ее для занятий. Значит, у вас есть список всяких книг по философии. Это значит, вы можете брать все, что хотите, само собой. Я вот рассказываю вам то, что наиболее близко относится, или почти совпадает с тем, что я здесь вам преподаю. Хотя у нас в чем смысл лекции? Не в том, что я буду повторять то, что я в других местах, а в учетом того, что вам там менее понятно или непонятно, или какие вызывают вопросы. Вот, начнем. А вот организационный вопрос, я не знаю, девочки спрашивали, по поводу вопросов. Так все вопросы я вам дал. То, что вот на диске, это вот у нас будет такой список вопросов. Да, вам надо из этих вопросов выбрать два. Два. Два всего вопроса, самых любимых. Их выучить вас говорят? Нет, написать надо будет на один вопрос, один, одну страничку, на второй вопрос, другую страничку. Я это посмотрю, и в зависимости от этого буду вам уже задавать вопросы, ну, для уточнения. Если я увижу по этим страничкам, что вы там блестяще все написали, Ваш зачет, у вас экзамен. Да? Да. Понятно. На зачет один вопрос, а тут экзамен. Вот. Ну, это вроде как в вашу пользу, с одной стороны, потому что вы сами выбираете. С другой стороны, если человек любимый выбрал, и любимый не отвечает, то тогда что можно сказать про другие вопросы? Поэтому тут есть некоторый подвох. Для них все очень хорошо знают, но два из них любить. И на них один. Да. Отлично. Спасибо. Да. Да. Причем вот, ну, и тут нет ничего такого, чтобы было удивительным для высшей школы. Почему? Вот, допустим, дипломную работу, кто будет выбирать тему? Вы или я? Мы. Ну, вы правильно? Ну, так и тут вопросы выбираете. То есть, что вы должны сделать на экзамене? Показать, что вы в этих вопросах разбираетесь в этой тематике. Правильно? Ну, а человек, если кандидатскую защищает, кто выбирает тему? Соискатель, правда, ему помогает, у него есть научный руководитель, но все равно он выбирает. А докторскую тем более. Кто выбирает? У него научного руководителя нет. Есть научный консультант. У меня научного консультанта, например, не было. Раньше такого не было института. Ну, что здесь доктор, что его консультировать? От нас требуется, что мы должны новое направление в науке там открыть. И что вы меня проконсультируете? Ну, вот сейчас вот такой институт есть, ну, как бы полуформальный. Потому что научный консультант, он, в общем-то, ни за что не отвечает, но, как говорится, пообсудить с искателем это можно. Так и здесь. Вот вы выбираете свои вопросы, вы отвечаете за то, что вы этот курс знаете, и вы это раскрываете у себя на экзамене. И используя материал, который есть. Это лекции наши. Раз, во-вторых, они записаны. Два, то есть вы себе конспекты имеете, можете еще переслушать перед экзаменами, что-то надо, если вам нужно обновить. Третье, это вот те книжки, которые я вам назвал. И еще лекции мои же по другим, по этим темам, которые на других факультетах. Потому что иногда где-то больше на чем-то останавливаются, где-то меньше и так далее. Они не должны повторяться, да? А? Ну, а если кому-то вдруг полюбятся два одинаковых вопроса? Пожалуйста. А у них нет двух одинаковых людей? Не бывает. Вы на самостоятельном будете отвечать. Вы самостоятельно. Гегель рассказывает, что вот когда дамы при дворе узнали, что, оказывается, нет двух одинаковых ничего вещей, они пошли искать листочки. Листочки дамы при дворе царского, королевском. И пошли смотреть. И действительно смотрят ни одного. Нет такой пары листочков, которые абсолютно совпадали. И вот Гегель говорит, что счастливое было время, когда занятия философией сводились к тому, чтобы ходить, так сказать, и смотреть, какие бывают листочки. Мы это уже утратили такое время. Сейчас время другое. И вот вы сейчас уже втянуты в своем, в каком, в хозяйственную жизнь. Потому что реклама – это прежде всего то, что относится к экономике. Правильно? Реклама – это что такое? Это любой вид продвижения товара или услуги, оплаченный начальными. Вот. Значит, продвижение товара на рынок. Так? Причем товар может быть уже не только предмет, но и услуга как товар. Это значит, что я вот что-то сделал. Я могу сделать получше товар. Он сам за себя говорит. Такой вкусный, такой хороший. Его берут. А могу сделать не такой уж хороший, зато в рекламу вложить много денег. Правильно? Могу? Не получится. Почему это не получится? Почему не получится? Да пойдите в магазин, там одно сплошное пальмовое масло. Вот все кондитерские товары – одно сплошное пальмовое масло. Ну, может, потребители голосуют своим выбором? Если вы не хотите покупать, спросу не покупать, они не будут производить. Нет, это называется, то, что вы говорите, называется методологической ошибкой. Что определяющим является производство или потребление? Производство. Производство. Производство что-то. И тем самым воспитывается потребность. Например, зеркальце, которое показывает. Я ли на свете всех милее, всех румянее и белее? Это есть такая потребность, да? Была. Но не было же потребности в телевизоре, правда? Или был телевизор КВН-49 вот с таким экраном, а сейчас, говорят, кинотеатр. Вот такой. То есть появились новые предметы удовлетворения потребностей в прессе. И раз новые предметы удовлетворения потребностей появились, то раз они новые, то есть два варианта. Они новые передовые, надо продвигать их по этой причине. Или они новые, они, может, даже и хуже тех, но это я их произвел, мне надо их продать. А вы тут со своим товаром стоите. Надо сказать, что ваш товар никуда не годится, а мой отличный. Я продвигаю его на рынок. То есть мы тоже должны понимать, что на рынке происходит еще и борьба разных товаропроизводителей, и поэтому продвигающие товар на рынок могут быть представителями противоположных собственников частных или крупных. Или, скажем, вот монополия, она может там кого-то, кто-то хороший товар продвигает, но он мелкий, его задушили, и нет его, и все. До свидания. Ну, а пример, вот, пожалуйста, вы для интереса зайдите. Два бы я вам иконостаса предложил рассмотреть. Это иконостас колбасный. Вот что вы сейчас прочтете, если вы посмотрите, вот там какую колбасу, сосиски и сардельки продаются. И что вы обнаружите? Из чего преимущественно состоят сосиски, сардельки и колбаса? Не смотрели вот так, фронтально. Не то, что вы пришли, купили и ушли. Нет, да? Вы имеете в виду производители или состав? Я имею в виду магазин. Вы приходите вот сейчас, в любой гастрономический магазин, вот сейчас вы придете и посмотрите, и что вы там обнаружите. Вы там обнаружите, что из чего состоит современная колбаса, ну, вот та, которую сейчас продают в Санкт-Петербурге. Колбаса, в том числе как сорокопченая, в том числе сосиски, в том числе сардельки. Какой главный материал? Мясо. Чье? Вы шачает? Птица и шпик. А? Ну, шпик, свинины, птица. Значит, вот вы обыщитесь искать свинину, обыщитесь. И говядину обыщитесь. Что вы там найдете? Колбаса сорокопченая и кскурятины. Птица. Все такое колбаса из курятины сорокопченая. А вот вы должны, как рекламщики, объяснить, что это супер. Из курятины ты лучше, полезнее там и так далее. Хорошо? Раз. Второе, значит, если вы хотите найти сардельки, сардельки тоже из курятины. Если вы хотите найти сосиски, а ты опять же из курятины. Но, если долго искать, может быть, вам если повезет, не всегда так повезет, вы найдете один экземпляр товаров, который будет написан, допустим, сардельки обыкновенные. Там так прямо и написано, обыкновенные. Согласно ГОСТу, там есть говядина, свинина и... Ну и что-то всякие добавки. А все остальное. Нет ни говядины, ни свинины. Или написано сардельки с мясом. Это как пирожки с мясом, то есть еще и мясо есть. Не из мяса, а с мясом. Или если написано сгущенка, это что? Что такое сгущенка? Это не сгущенное молоко. Имейте в виду. Если не написано молоко сгущенное, это спрет растительно-молочный. И молока там тоже может не быть. Или сметанка. Если написано сметанка, а не сметана, имейте в виду, что это совсем не то. И так далее. При этом, может быть, могло бы быть вот таким образом, что имеются и такие продукты, которые делаются не из самых лучших сортов. Мясо. И в то же время есть вполне добротные продукты, которые намного дороже. А тут такая ситуация, что вам и дороже-то не купить. Просто нет. А и у вас остается один вариант. Теперь если второй иконостас, на который я вам советую пройти для интереса как к специалистам, ну, все-таки у вас реклама, и посмотреть, какие дают сейчас продукты, кондитерские изделия. Печенье, пряники, сухари. И вот вы не найдете сейчас сухарей без пальмового масла. Или масла шеи. И так далее. Сухарей даже не найдете. Не говоря уже о том, что вот, ну, как у него пряники тульские. Может там быть пальма? Масло тульские. Ну, в Тульме пальмы растут? Нет. Смотрим и видим. Масло пальмовое. Масло такое, масло такое. Чем отличается? Температура плавления 90 градусов. Это что значит? А у вас сколько? 39. Давай, простите, 39. Чуть я ошибился. Девятка, но не там. 39. Если вы заболели, и у вас 39, то у вас в организме это расплавится масло, и все будет хорошо. А если у вас 36,6, оно у вас твердой фракцией будет в вашем организме. Твердой фракцией, поэтому это же вредно. Но зато это дешево. В полтора, в два с половиной раза дешевле, чем другие. Как мне рассказывали некоторые товарищи, которые работают на колбасных заводах, туда я ни разу, говорит, не видел, чтобы туда привезли мясо. Зато привозят такие большие мороженые кубы. Это хвосты, кожа, головы. И так далее. И из них при большой, хорошей обработке, при приготовлении и использовании разного рода добавок, красителей, улучшителей вкуса, запаха, аромата, и таких, и таких, и сяких, и раз таких, вы можете получить что? Всякую, самую разную колбасу. Особенно дорого стоит колбаса, из них изготовлена высокосортная, поскольку, представляете, чтобы из такого сырья сделать высокосортную колбасу, сколько нужно добавок всяких привезти. Или я могу вам сказать, что вот если вас интересует рыба слабой соли, которая как раз не напичкана больше, вот есть белорусская слабая соли, там форель, вот состав ее очень простой. Состав, да, белорусская форель, они там ловят. Состав очень простой, значит, соль и розмарин, все. Но у нее срок, естественно, годности. Срок годности, сколько? Ну, 30 дней, все. Через 30 дней уже нельзя. А есть такая рыба, которая срок годности бесконечный, так сказать, там сколько положено ядов, что они, все микробы уже погибли, мы еще не погибли, а микробы все погибли. Поэтому как она может быть? Испортится. И вот это бесчисленное количество всяких селедок, масли и так далее, там столько добавок всяких, что, конечно, они эти качества потребительские все эти ухудшают. Но мы же с вами рассматриваем эту проблему тоже как противоречивую, правильно? Значит, какой нам выход вот у людей, которые специалисты по рекламе? Во-первых, мы должны знать действительную картину, правильно? продвижение товаров на рынок. Во-вторых, мы должны знать место, что реклама бывает разная, разная реклама, и есть, есть такие на рынке производители, которые производят то, что является прогрессивным, полезным, нужным, хорошим и так далее. ну и, наверное, если, так сказать, все-таки мы из такой школы, высшей школы журналистики массовых коммуникаций и связаны с общественностью, так, наверное, общественности мы можем узнать, она это общественно хочет, чтобы ее отравили, чтобы ее накормили, напоили, чтобы она получила развитие. Поэтому общее настроение, которое у нас может быть у представителей такой специальности рекламы и связь с общественностью, что мы должны быть разборчивы в том, что мы должны поддерживать с учетом того, что, так сказать, общественность поддерживает, что не поддерживает. Чтобы, так сказать, был какой-то контакт и взаимопонимание между теми, кто производит и теми, для кого это производит. А если этой общественности не оставляет никакого выбора, Так, говорят, пожалуйста, выбирайте утопиться, застрелиться или повеситься. Что вы возьмете? Ну, вроде как, выбор вам обеспечили, но, как некоторые думают, что выбор – это все. Выбор – это не все, потому что тут, собственно, выбирать тогда нечего. Вот это у нас такая проблема есть. Ну, вот я перехожу от этих проблем, не забывая о том, какая у нас с вами специальность в данном случае. Ну, и учитывая, что у нас читается курс, он же специально для этой специальности читается данный. Если речь идет о продвижении товара, то есть товар находится в движении. А вы что такое движение знаете? Мы же должны знать, что такое движение, правильно? И формы движения. Или у нас в неподвижности нашей. Вот мы рассматривали с вами на прошлой лекции вопрос об уровнях материи. И рассматривали, значит, механический уровень, потом мы рассматривали физический, химический. Химический, биологический. И мы с вами принадлежим, к счастью, нам повезло, к высшей общественной форме материи. С чем я вас и поздравляю. Как-то даже приятно так, что мы тут сидим, что мы не зайцы, не лошади, на которых позволяется ездить, это считается нормально. Не пчелы, у которых можно мед забрать, им оставить какое-то количество, чтобы они могли дожить до весны с грехом пополам. А остальное мы заберем. Ну а мы вот, так сказать, как-то относимся к такой проблематике, чтобы у кого-то взять забрать, оставить ему только немножко, остальное забрать себе. Это мы называем эксплуатацией, правда? Присвоение чужого, неоплаченного труда. И в современном мире эксплуатация – самое распространенное отношение, более распространенное, чем равенство. Правильно ли? То есть, то, что привлекает наше внимание, связано с движением. Во-вторых, сами эти, это самая общественность, о которой мы решили, это за общественность такое. Ну, общество себя проявляет в разных формах. В каких? Ну, во-первых, общество. Ну, если общество, оно вроде как, если вы не берете никакие более конкретные формы, и непонятно, как его излагать. Но в обществе есть политические партии. И они очень развиты на сегодняшний день. Правильно? Настолько развиты, что вот, например, некоторые люди думают сейчас, обдумывают, а кто победит на выборах. А мы с вами, если речь идет о продвижении товара на рынок, если надо продвинуть кандидата, то мы примерно знаем законы, по которым продвигается, и знаем аудиторию, которая будет это воспринимать. И мы уже заранее можем сказать, что получится, да? Ну, допустим, если вас спросят, вы там лекции слушаете, читаете, кто победит на выборах, можете ответить? Давайте мы ответим на этот вопрос. Нам же по плечу такой специальности. Значит, было время такое переходное, когда при Ельцине не было партии политических, не было. И игралась вот эта публика в то, что де-идеологизация, департизация, нет никаких ни идеологии, ни партии, ничего. Но долго эта игра не продолжалась. В это время тот же товарищ Афанасьев, бывший ректор Российского государственного гуманитарного университета по заданию Ельцина, готовил вопрос о том, что надо сформировать политические партии, иначе что это за власть такая, которую партия не имеет? В современном мире все демократии опираются на партийную систему, правильно? Вот в Америке там. Или вы за демократов, надоело за демократов, голосуйте за республиканцев. Надоело за республиканцев, голосуйте за демократов. А какой класс попадает в вашей? Какой класс вы поддерживаете, голосуя за демократов и республиканцев? Это тот же самый класс буржуазии вы и поддерживаете. Ну, там разные, понятно, какие-то, так сказать, структуры. Отличаются они, но, в общем-то, вы за буржуазию голосуете тем самым, правильно? Не за рабочий же класс вы голосуете, когда вы за демократов или за республиканцев. Ну, вот там двуглавый этап, поэтому дракон в Америке. У нас стали делать какой дракон? У нас Россия, как у нас не двуглавый, у нас как минимум треглавый должен быть. И сейчас вот даже претендует на четырехглавый. Вот посмотрите, значит, у нас сначала появилось две партии. Какие? Отечество и Черномородец. Помните, он так показывал, такой? В руки, он, наш дом, Россия. Потом этот наш дом, как-то так. И все это соединили. У меня такая дипломница была, Валентина Николаевна. Куликова, без омужества. Потом была Иванова. Она была в РКРП, в Российско-Коммунистической рабочей партии. Потом она пошла в Отечество. Имея в виду, рассматривая движение вперед, как движение вверх. Это про движение же. Потом, когда Отечество соединилось с наш дом России, она оказалась в Единой России. Потом на Народном фронте, я как-то вижу, смотрю, Владимир Владимирович, и там Валентина Николаевна. А сейчас она была заместитель председателя комитета по науке и высшей школы Государственной Думы. А потом она уже деятельницей Вала Народного фронта, а сейчас она возглавляет Академию Казачества в Москве. Пошила себе шинель. И вот тут большое продвижение все время идет. Я уже следы ее почти потерял. Ну и вот люди, которые с ним встречались, докладывают. Мне там. Нашли общего знакомого, то есть меня. И привет тебе передают. На сегодняшний день у нас какие есть политические силы? У нас есть партия Единой России. Раз. У нас есть, это общественность. Это же общественность. Общественность. Справедливая Россия, что не общественность, Сергей Михайлович Миронов. Он статьи о социализме пишет в нашей газете, которая называется «Российская газета». Это газета нашего правительства. Прекрасно. Как он видит социализм? Пишет. Дальше. ЛДПР есть у нас? Ну так это сколько голов? Три. Так нормально для России трехглавый дракон? Змей Горыныч. Ну Горыныч. Змей Горыныч. Три. Одну голову снесли. Еще две. Пока туз носят, а еще вырастает. Сейчас уже четвертая подрастает, потому что КПРФ кого? Так сказать, предложила в качестве кандидата не члена КПРФ, а миллионера, который возглавляет зал под названием совхоз имени Ленина. Все понимают, что это не совхоз. Какой может быть совхоз, когда это закрыто акционерное общество? Юрий Лекций, перезвонил вас после лекции. И вот мы, допустим, с вами как специалисты по рекламе и связи сообщественного, хотим спрогнозировать эти выборы. Мы также и всякие другие товары. Конфеты там, колбаса. А тут кандидаты. И вот мы начинаем прогнозировать. Скажите, пожалуйста, давно ли были выборы в Думу? Год назад. Что показали эти выборы? Что Единая Россия имеет устойчивый электорат. Так? Настолько устойчивый, что более половины граждан России голосует, пришедших на выборы. Пришедших. Которые не пришедшие, в чем мы о них будем говорить? Мы говорим о тех, кто приходит голосовать. Вот более половины голосует за Единую Россию. Раз. Во-вторых, за Справедливую Россию тоже голосует? Голосует. Значит, если более половины... Мы же знаем, что в Думе Единой России больше половины составляет. И она в состоянии принять Конституцию, ее другую. Никуда ей не надо обращаться, ни с кем блокироваться. Вот она раз и примет что угодно. То есть, как решается вопрос, скажем, как может решаться вопрос, если взять такую более узкую общественность, государство? Это не совсем общественность. Ну вот есть Совет Безопасности. Представляете, в безопасности сидит президент, председатель правительства, директор ФСБ, товарищ Бортников, который интересную статью написал недавно в российской газете. Всем очень советую почитать. Это редкий случай, когда директор ФСБ вдруг свое понимание, так сказать, в нашей истории излагает очень четко, определенно. Ну и чуть ли не на трех полосах. Не то, что он так скрыт, но мы вам не скажем, что думает ФСБ. Нет, ФСБ решило сказать, что оно думает в связи со столетием ВЧК. Она этот праздник отмечала и объясняла, почему мы от ЧК идем, а не от чего-нибудь другого. Хотя спецслужбы были и до ЧК, всякие разные, правда? Кто там еще сидит в Совете Безопасности? Я обращаю ваше внимание на этот орган, потому что этот орган, он как бы сродни тому, что было Политбюро в советское время. Потому что туда входит председатель низшей палаты, то есть Думы. Кто у нас теперь? Был товарищ Нарышкин. Нарышкин был председателем Думы, подумал, раз, и стал директором внешней разведки. Обратили внимание? Как из общественности можно перейти во внешнюю разведку? Вот вы тут сидите, сидите, считаетесь журналистом, а потом раз, и смотрим, вы во внешней разведке уже. А что делает внешняя разведка? Она посылает разведчиков. Куда? А во все страны. А там, если их поймают, это будет не разведчик, а кто? Ну, если я поймаю вашего разведчика, кто он будет у меня? Спион. А у нас он кто? И наоборот. Они к нам засылают разведчиков, а мы их раз, и ловим как шпионов. Вы мы его поймали, я вашего поймали. Давайте руку дружбу. Заберите своего, отдайте мне своего. Ну и, так сказать, мы же коллеги. Вы, наверное, заметили сейчас только что, не обратили внимание? Недавно был визит товарища Нарышкина. Куда? В Соединенные Штаты Америки. Он в списке находится, санкционном. Ну, санкционный список, это список. А когда нужно встретиться с двум спецслужбам, то нет никаких проблем. Прекрасно поехал туда. Обсудили вопросы борьбы с терроризмом и уехал. Так что не надо переоценивать некоторые моменты, которые так уж очень заостряют. Некоторые наши коллеги, которые, вот я им буду читать чуть-чуть после вас, журналисты. Мы же с вами знаем, как что продвигается. Поэтому, так сказать, вот такой, и время такое рыночное. Здесь вот что продвигаем, то и продвигается. А что не продвигаем, то и задвигается. Поэтому давайте будем так на это и смотреть. В итоге, ну, как вы думаете, вот те люди, которые голосовали за Путина, а еще за КПРФ будут голосовать? Не будет. Ну, если будет, ну, 100 тысяч. Ну, вы понимаете, сейчас вот будут голосовать миллионы, десятки миллионов, десятки миллионов. Что такое 100 тысяч? 100 тысяч – это для политики вообще ничего не значит. С какой цифры начинаются, товарищи, в связи с общественностью, с какой цифры начинается политика? 300 тысяч. А? 300 тысяч, да, по-моему. Политика начинается, говорил Ленин, с миллионов. С миллионов. Вот если у вас миллион есть, тогда да. Вот я несколько раз выступал, так сказать, на опер.ру, ну, и где-то максимальное число посещений, там, просмотров, ну, где-то 300. Это еще не политика. Вот если миллион – это да. А до миллиона – это так. Кто-то знает, кто-то не знает. Ну, поздороваются некоторые, которые увидели. Здравствуйте. Вот и вся политика. Поэтому не надо переоценивать такие вещи. Что здесь сказать? Вот, мы тут сказали. Что вы сказали? Вы сказали, вот, а, скажем, телевидение охватывает десятки, сотни миллионов, правильно? Сотни миллионов и радио. Вы жарите картошку, а вам говорят, за кого голосовать. И вам не мешает же жарить картошку. Или посуду моете, или еще что-нибудь. И там вот продвигают, продвигают и продвигают. Одновременно они продвигают и просто товары. В тут же раз реклама прерывается. Почему? Скажем, на Эхо Москвы всегда запаздывают. Они ровно вот. Вы ждете, сейчас будет сообщать последнее известие. Они в этот момент начинают рекламу. Вы ее ждете, потому что вы известие ждете. Прослушаете рекламу, потом закончится и начинается известие. Они всегда с издвигом. От точного времени, от начала часа. Вот такой издвиг. Все продумано. Все продумано. Так, значит, понятно, да? Значит, сколько получит товарищ Путин примерно голосов? Примерно 70 миллионов он и получит. 70 процентов он и получит. От числа. На втором месте кто у нас был при выборах в Думу? КПРФ. КПРФ. Значит, довольно прочно это место занимало. Более того, значит, опросы общественного мнения показывают, что на сегодняшний день, несмотря на прямо противоположную вроде бы пропаганду, придвигаются вот две фигуры, значит, Ленина и Сталина. Причем Сталин что-то больше набирает, а Ленин меньше. Поэтому его как обиженного защищают. Вот товарищ Путин выступал и говорил, что что там вот говорят, что надо Ленина перезахоронить у нас. Что это, дескать, противоречит христианским заповедям. Да нет, есть же мощи христианские, они же и вовсе, и никто их не собирается хоронить. Их возят, наоборот, туда-сюда. Вам, допустим, надо, вам никто не помог, с больницами тяжело. Ну, подойдете, поцелуете, там, или пояс поцелуете какой-нибудь. И все хорошо будет, возможно. Ну, а если их не поможет, так вам и врачи не помогли. О чем говорить? Короче говоря, вот... Ну, кто из КПРФ, кто-нибудь будет, теперь бросится голосовать за Путина? Не будет. За Жириновского? Тоже не будет. Это устойчивый, устойчивый. Это не то. Это сформируется как некая глыба такая. Знаете, как вот эти политические глыбы, они уже сформировались. А тут люди сидят, что будет, а что будет, а кто выиграет? Ну, кто-кто? Кто имел второе место, второе место и получит примерно. На третьем месте кто будет? Кто? Правильно. Ну, вот видите, ну, что мне вам объяснять? Причем, смотрите, что он делает. Достаточно умно. Он знает, что не надо агитировать, когда не открыта агитация. Поэтому никакой агитации нет. Вы зайдете всю электричку летом, а там написано ЛДПР в каждом вагоне. Что значит ЛДПР? А ничего не значит. Просто вы обо мне не забывайте. Правильно? Или вы помните эпизод был, когда метнул? Значит, воду в лицо Немцову Жириновский. Жусь. Ну, смотрите, у меня тут стакан воды. А мне не понравилось, как вы тут что-то выступаете или вопрос. Я тебе раз и бац, воду вам в лицо вылил. Из стакана. Ну, это не стакан. Какая моя ответственность? Вот я преподаватель. Вам плеснул лицо в воду. Некомпетентность. А? Некомпетентность. Не понял? Некомпетентность. Ну, некомпетентность, как некомпетентность? Не, неправильно. Она вот берет и пишет на меня письмо. Дорогой? Кто у нас ректор? Известно. Да. Ну, ректору надо писать. Что это такое? Что это такое? Взять и плеснуть. Не знаете, кто у нас ректор? Кто не на экзамене не будет знать, кто ректор? Ба! Кропачев. Николай Михайлович. Дорогой Николай Михайлович, вот был у нас такой инцидент. Слушали мы лекцию, вели себя хорошо. А взял наш преподаватель и, значит, плеснул мне в лицо воду. Создали комиссию. В эту комиссию ваши друзья пойдут или мои друзья? Мы тоже проходили. Ну, слава богу. Хоть как-то вы... Вот я вот просто приятно иметь грамотных, зрелых людей, опытных. Ну, ясное дело. Это во-первых. Во-вторых, от меня что потребуется? Объяснение. Да? Пишу объяснение. И вот смотрю, и она слушает мою лекцию. Потом она побледнела. Вся побледнела, побледнела. Думаю, сейчас она упадет в обморок. Я раз и плеснул. И она ожила. Я ее спас. А она взяла и написала потом на меня. У нас все есть видео. Вот это нету. Благодарности нету никакой. Поэтому мы же с вами реальные события такие обсуждаем. Какие могут быть? И вот такие фокусы делает товарищ Жириновский целый год. Он целый год какие-то цирковые номера делает. Поэтому у него устойчивый электорат. Причем, по некоторым данным, вот всякие такие люди не вполне нормальные. Там бандиты, полубандиты. Их же тоже надо окучивать и политически направлять. Или не надо? Пусть они тоже голосуют за то, что надо. Ну, они вот и голосуют за Жириновского. Итого. Это какой класс представляет третья партия? Три партии. Буржуазию. Российскую. Ну, вот за нее голосуют три партии. Сейчас Жириновский активничать ему дадут или нет? Не дадут. Потому что он может отобрать у Владимира Владимировича голоса. Поэтому особенно выступать сильно не надо. Он сильно сейчас и не выступает. Он скромно, так сказать, он целый год вел свою кампанию. Сейчас везде он развесил. По всему городу, по всей стране. Денег там немерено. Дело в том, что это все публикуется. Сколько? Вот вам очень было бы интересно. Вы обратите внимание. В российской газете публиковали затраты. Например, ну, Владимир Владимирович 400 миллионов имеет в своем избирательном фонде. Больше всех. Там перечислено, какие есть такие организации, которые... Какие организации, сколько вложили в фонд. Вот вы будете кандидатом. Мы будем вам деньги слать по вашей просьбе. И вы пришлете, и вы, и вы пришлете, и так далее. И вы наберете тысячи рублей. У того же Явлинского почти 200 миллионов в этом избирательном фонде. Ну, вот там все перечислено. У КПРФ тоже солидный избирательный фонд. И у Жириновского очень большой. Короче говоря, вот сформировалось. Вот кто голосовал за Жириновского, он что, побежит голосовать за Грудинина? Нет. Он что, побежит голосовать за Путина? Нет. Тоже устойчивый. Устойчивый. Вот тут ясно. Значит, вот кто остается. Явлинский, который выражает интересы иностранных государств. Устойчивый. Все время выражал. Начинается с создания партии Яблоко. Партия Яблоко изначально финансировалась СРУ. Сейчас она, наверное, не финансирует СРУ. Сейчас не поймешь. Потому что вот иногда к нам попадают непонятные деньги. Вот, например, нашли у полковника Захарченко таких много-много баулов, в которых 8 миллиардов. У вас нет, кстати, никакой комнаты, в которой бы там 8 миллиардов лежат? Ну, вот одно из предположений, что это, возможно, деньги для выборной компании. Потому что если наличные, это же не учтенные. Кому они попадут? Как оплатят? Что оплатят? Ничего вроде нигде ничего не публикуется, а все идет, 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 идет и продвигается куда надо. Тому, кому надо. Тому, кто заплатил. Тот, кто заплатил, тот и продвигает. Правильно? Итого, на четвертом месте товарищ господин Явлинский. А остальные? Ну, Собчак получит полтора процента. Почему? Потому что если она не смогла создать свои партии, а вдруг она решила, что она сейчас вот выступит против всех. Против всех. Если я против всех буду выступать, это против кого я буду? Против вас, да? Ну, и против меня. Ну, если я сам против себя. Кто же будет? Какие дураки будут за меня голосовать? Вы будете за меня голосовать, если я против себя? Она же объявила, я против всех. Ну, если бы она сказала, я против всех, кроме меня. Это не скромно. Она говорит, нет, а я против всех. Ну, против всех, значит, против себя. Ну, если ты против себя, то кто же тебя будет? Ты хочешь утопиться и хотите, чтобы мы тебе помогали? Для себя доголосовали. Она получит свой полтора, но она же решает другую задачу. Она решает задачу какую? Ну, вот она будет сейчас более известной звездой, чем была до этих выборов. Правильно? И будет получать, она за четыре года получила сколько миллионов? Вы не в курсе дела, нет? Вы же продвиженцы товара на рынок. Она получила, нет, за шесть лет, четыреста миллионов. Как бы заработала. Но заработать-то столько нельзя, получить можно. Но есть другие кандидаты. Например, Титов. Он возглавляет, он омбудсмен предпринимателей. Он продвигает предпринимателей, защищает их от несчастных. Вот я вам сегодня продемонстрирую из газеты. Вот сегодняшняя газета, правительственная газета, как называется? Российская газета. Вот тут публикует материалы кандидатов. Это здесь Грудинина материал. Рассказывает, что он директор совхоза. Только вот у нас совхозы есть. А здесь вот Титов. А Титов. Кого вы заметили? Грудинина, вы не заметите. Что-то черное там, то-сё. А тут сразу заметно. Титов. А что нужно сделать для избирателя? Чтобы он фамилию заметил в списке. Он потом забудет это. А, Титов. Где-то видел. Грамотно, правда? И не надо писать. Вот вы мне на экзамене придете, там один напишет много-много мелким шрифтом, без полей. Я скажу, а что у вас полей нет? Нет промежутков. А другой напишет красивое какое-нибудь выражение. Мне понравится. Раз, и за что? Экзамен. То есть надо, вот учите. Это вот прямо по специальности. Вам нравится? Как хорошо. Давайте за Титовом проголосуем. А почему вы за него? А потому что он мало написал. И так нам хорошо. Легко прочитать. Крупными буквами. Некоторые вот газеты раздаешь, они говорят, а я читать не умею. Говорят, вот крупными буквами у нас. Ну и все. У нас был такой случай. Мы в газете «Народная правда». Главный редактор был, Виктор Георгиевич Долгов. Он говорит, давайте будем лозунги писать. И на первой полосе вот такой красным лозунгом написал. Михаила, нет, Бориса на рельсе, а Михаила на нары. Помните, Ельцин говорил, что если цены будут растены, он ляжет на рельсе. Потом выяснилось, что поезд был резиновый и рельс тоже резиновый. Потому что не было обозначено, какие рельсы и какой поезд. То есть ничего страшного. И потом пошел бурный рост цен как раз. Ну вот. А Михаил на нары. Ну и со мной советуется. Я говорю, да нет, ну что это такое? Кто это будет читать? Зачем это на первой полосе до красным это написано? Ну я пошел. Ну он говорит, давайте выпустим. Ну выпустили и выпустили. Подумаешь, можно... Это ведь газета, она как корабль. Корабль никогда же точно по курсу не идет. Он как идет? Тут туда, тут туда, тут туда. Ну так в целом. А в целом он идет куда надо. Ну не надо бояться в этом номере каких-то отступлений от общепринятых норм и вообще от принятой линии. Потому что в целом мы туда плывем. Я пошел проверять, как народ воспринимает. Ну что касается, пошел на финляндский вокзал. Ну там такая толпа идет сплоченная. Там никто не только никаких газет никто не купит. Но зато все идут и все бормочут про себя. Потому что они смотрят и повторяют. Слышно, как они все повторяют. Бориса на рельсе, Михаила на нары. Второй идет Бориса на рельсе, Михаила на нары. И так они входят в метро. И все повторяют, и все повторяют, и все повторяют. Но никто никаких газет не берет. Я иду там, люди едут с платформы, спускаются с поезда. Они занимались земледелием. Ну какие им газеты после земледелия? И такой здоровый дяденька идет. Такой мужик. А он такой с потухшим взором. Потом смотрит на газету. А там написано. Бориса на рельсе, Михаила на нары. О! Слушай, слушай, дайте мне эту. Дайте газетку вот эту. Дайте газетку. Клюнул. Правда, больше никто не клюнул. Но заметили? Вот поэтому вот и титок там. Меня заметят, хоть он напечатает и выйдет из общего ряда. Потому что вот эти пишут. Кто это будет читать? Ну кто это читает? Никто это не читает. Это вот люди говорят. Мы получим возможность бесплатно свои идеи пропагандировать. На всю эту пропаганду бесплатно будет. Но заплату. У вас есть какие-то ограничения выбранные у нас? Есть по закону? Вот если у вас полмиллиарда в избирательном фонде. Вам есть ограничения для оплаты эфирного времени по телевидению? Что вы киваете? Нет у вас ограничений. Не надо очернять нашу демократию. Сколько денег есть, настолько вы можете и выступать. Я выступал как доверенное лицо кандидата в депутаты Госдумы, а в Алиане. Пошли мы... Знаете, у нас есть такой институт робототехники? Там вот около парка Сосновка. Это высокая такая башня. И там был телевизионный центр. Ну вот мы там повыступали. Потом закончилось выступление, отдал 600 долларов, и мы пошли. У вас есть 600 долларов? Вы выступайте тоже, свободно. Если у вас 1200 долларов, в два раза больше будете выступать, чем я. А если у вас 1800, в три раза будет больше выступать. Ну и так далее. То есть какие? Никакие наивные люди думают, что все определяется. Вот вы получили. Ну и что, что я высказал? Да оно потонет в общем хоре всего и вся. В итоге мы прогноз с вами сделали. Все можете рассказать, чем закончатся выборы? Если кто спросит, мы их всем объясним. Вот и все. То есть вот все те, которые своих партий не имеют, они получат 0,3%. Ну может быть Собчак получит 1,5%. Ну потому что она все-таки раскрученная фигура, как фигура, но как политическая личность. Нет, конечно. И поэтому она, по опросам, которые были сейчас, общественного мнения, 1,5%. И еще 88% опрошенных сказали, что за Собчак не будем голосовать ни при каких обстоятельствах. Вот, так сказать, что мы имеем. И вот люди сидят и ждут, что сейчас будет, как будет. А мы с вами, мы же должны, люди как просвещенные, которые знаем, не только смотрим, куда двигаются товары, а сами их двигаем, учимся их двигать, куда надо. Значит, мы-то должны людям рассказывать, объяснять. Но для этого нам надо знать, какие бывают формы движения. Думаете, я просто так вам рассказываю? Нет. И все это кончается тем, что у нас вот мы должны рассмотреть простейшую форму движения, которая называется становление. Слышали такое? Становление. Вот если я вас спрошу, вы сейчас, как вообще одним словом назвать вашу специальность? Не знаю, как. Вот я, например, могу сказать одним словом философ, а у вас как-то так уже никак... Коммуникатичный. Как? Никак. Как? Никак это предумевает. Ну как вот, вы кто? Вы кто? Ну я могу сказать, я экономик, философ, а вы кто? Припарщик. А? Пиарщик. Вот, пиарщик, да. А, это я знаю, там пишут, там писали, что мы, говорит, соберем, на выборы пиарастов и мордомейкеров, они нам обеспечат продвижение. Кого-кого? Это я второй раз не буду повторять. Я один раз стесняюсь повторить. У нас, правда, нет никаких ограничений сейчас. Но все равно, ведь моральные какие-то ограничения. Пиарщик, да? Ну ладно. Так вот, граждане пиарщики. Значит, вы сейчас кто? Вы сейчас пиарщик или студент-пиарщик? Студент-пиарщик. А если, или студентка. Студент, чем отличается от пиарщика в целом? А студент-пиарщик что? Значит, вы кто? Он в процессе становления. Вот, вот, в процессе становления. Вот я ждал этого ответа. Выражаю вам глубокую благодарность, потому что вы меня избавили от длинного-длинной процедуры. Как вас туда надо направить? То есть, вы находитесь в процессе становления. Потому что некоторые, вот я историка спрашиваю, вы историк? Они говорят, нет, не историк. Сидят историки. А кто? Говорю, мы студенты. Я говорю, ну выйдите отсюда, если вы не историк. Как я выйду? Ну так, если вы не историк, а я пришел к историкам лекцию читать. Выходите отсюда. Ну, когда уже начинаешь выгонять, тогда начинает думать. Он историк в становлении. Вы пиарщик, вас уже отсюда никак не выгонишь. Меня скорее выгонят. Значит, в становлении вы находитесь. А когда закончится становление, тогда, когда вы получите диплом. Правильно? И вы будете не в становлении, а вы дипломированный. Ну, специалист раньше был, но вам отрезали один год. И поэтому вы не специалист будете. Дескать, как это вы захотели? Специалист быть, как мы, что ли? Нет. Как мы вам уже не додают. Идите тогда в магистры. Тогда вы будете не только как мы, а еще на год больше. А если вы только бакалавр, чем отличается бакалавр от специалиста? Бакалавр не может преподавать в ВУЗе. Вот беда. Не может поступать в аспирантуру. Да. И если на госслужбе, у него в подчинении не может быть больше одного человека. Вот это, поэтому продвигать на рынок бакалавра очень трудно. Но продвинули все равно. Люди, значит, знали, как продвинуть. Взяли и отобрали у вас год обучения. И превратили вас в бакалавру. Наш университет решил новую инициативу проявить. Сделать так, чтобы выпускной экзамен был бы, на выпускном экзамене сидели не мы, там профессора университета, а заказчики. Это вам должно понравиться, заказчики. То есть те, кто кому... Вот вы как бы товар, который мы должны продать этим самым заказчикам. Кому нужны специалисты. Толкнуть. Так. И заказчики. И потом приходит ко мне заведующий, говорит, Михаил Васильевич, у вас никакого общественного видения? Я говорю, нет. Я говорю, есть. Я вот руководитель, президент фонда рабочей академии, фонда содействия обучения рабочих. О! Дайте, говорит, все координаты. А зачем, говорю? А мы вписывать будем в диплом. Ну, как бы, кто? Кто этот заказчик может быть потенциальный для вас? Потенциальный хотя бы. Потому что, раз вы не имеете права преподать в УЗИ, как бакалавры, все в УЗИ отпадают. И что остается? Директора школ приходят на это мероприятие. Ну, это наши получатели, автовара, услуг на этих выпускников. То есть, нас этих профессоров отодвинули, а за участие в экзамене. И вот это, значит, заказчики это кто? И всякие руководители скучают разных объединений, которые вы, конечно, ни в какое объединение не пойдете, но юридически вроде как потенциальному. Можем ли вы вас заказать? Ну, такая картина. Вот, так вот вы в становлении. То есть, когда закончится становление, все равно специалистом еще не будете. То есть, давайте еще. Тут сидели, сидели, так сказать. И так опаздывают. Почему опаздывают? На работу, потому что надо идти. Дела всякие трудные. Это надо кормить себя, так сказать. А что тут непонятного? Раньше я сказал, что вы, значит, опаздываете? Нарушительница такая, а сейчас что я могу сделать? Спасибо вам большое, что несмотря на случайную занятость, вы сочли возможным и нашли время посетить эти лекции, которые мне вот доверили для вас читать. Потому что при такой занятости вообще вы могли бы не попасть. А я еще на вас нападать буду. Это вообще немыслимо. Как сейчас? Человек боролся и пришел. Вы-то без борьбы пришли. А эти люди в такой холод пришли. И думают, что на них будут нападать. Не будем мы на вас нападать. Мы вас будем валить. И так будет с каждым. Но это же и тоже продвижение, правильно? Я же тоже должен лекции свои продвигать. А что, приходите на лекции, где вас будут ругать? Один раз я вас отругаю, скажут, да? Не буду там продолжать. Так. Вот становление. Давайте, а как нам понять, что такое становление? Для этого существует наука. Не просто вот я вам скажу, а вы запишите. Интересно. Приходят разные преподаватели. Один скажет одно. Сколько и другое? Кому верить? В науке можно кому-нибудь верить? Нет, если у нас была бы религия, то надо верить. А если науку, то верить никому нельзя. И вообще верить никому нельзя. А у Ленина, например, есть вот такие высказывания. Такие неприятные, прямо ужасные. Я вот как прочитал такое высказывание, что тот, кто в экономике или в политике верит на слово, тот круглый дурак. Я прочитал и обиделся. Думаю, вот я читаю Ленина. Или вы можете верить. Ну, и вот такое мне что-то сказало. А я вот всяко все хочу верить людям. А мне раз, говорят, дурак, круглый дурак. Ну, ладно, читаю дальше. Я все прочитал у Ленина. И нашел еще только второй вариант этого же самого. Кто в экономике или в политике. Верит на слово, тот круглый идиот. Думаю, ну, хорошо, приехали. Но как показывает жизнь, у нас сплошное мошенничество же идет. Сплошное, сплошь и рядом. То Гермесфинанс, то до зарплаты эти. У них сколько процентов? У них было две тысячи процентов у этих до зарплаты. Мы говорим, мы вам поможем. И так далее. И люди идут, и отдают деньги. Потом и снова отдают деньги. И у них все высядет. Потом придумали коллекторов, которые могут бросить чуть ли не зажигательную бомбу вам. Причем в кроватках, где ребенок. И такие случаи были. Их сейчас вот немножко так начали поджимать. Центробанк говорит, нет, нет, больше 200 процентов нельзя в год. Больше 200 нельзя. С ума сошли? 200 процентов норма сейчас. Не две тысячи уже, а в 10 раз меньше. 200. То есть люди, у которых... Мы, говорит, вам помощь оказываем. То есть я один раз вам дам, и вы все время мне будете деньги давать. Постоянно. И то есть люди обогащаются у нас, эти вот, вот эти так называемые фонды. За счет кого? За счет самых обездоленных. И те, значит, несут им деньги, несут им, несут. Ну, как вот нам эту проблему решить? Мы должны становление вывести, а не придумать. И не заявить, что я вам вот написал, потому что я профессор, а вы студентки. А раз вы студентки, я, видите, какой же взрослый, а вы еще не взрослый. Вот. А когда будете взрослый, вы будете так читать, а вы будете так просто верить. Но на самом деле, на самом деле, это качество, которое у вас есть замечательное, молодость, она без особенных усилий со стороны того, кто обладает таким качеством, начинает проходить. Вот. И, так сказать, авторитетное мнение, оно, несмотря на то, что оно авторитетное, оно мнение. А мнение – это не знание. Поэтому я бы при всем желании, может, мне приятно, что вы слушаете мое мнение. Вам мнение нужно или знание? Вы зачем пришли? За знаниями или за мнениями? Ну, если за знаниями, то, как вы скажете, Михаил Ильич, вы спасибо, что вы мнение высказываете, но нам дайте, пожалуйста, знание, и мы пойдем. А мнение, что вы нам рассказываете? Мнение мы и сами можем. У вас есть по любому вопросу же мнение, правильно? Нет у вас мнения. Да мнение-то ни к чему не обязывается. Вот у меня мнение, что потолок синий. Мнение могу я иметь такое? Ничего. А у вас мнение, что он желтый. Ну, пожалуйста. Так, так вот, поэтому мы будем не просто так вот утверждать, а выводить. Поэтому мы, как вот получить научное знание, надо начинать с простого или сложного? С простого. С простого. А сложное – это что? А? Немного простого. Нет, немного простого. Это сложенное из простых. Вот слушайте внимательно так, внимательно. Сложное, сложенное. Вот оно. Прямо в словах. Из простых. Простое, сложное, из простых. Поэтому очень соотносится очень легко. Начинаем с простого. Как, значит, уважаемый товарищ, поскольку мы находимся в начале нашего курса, будем с самого простого начинать или с какого-нибудь сложного? С самого простого. А что самое простое? Самое простое – это вы. Что? Бытие. Да, бытие. Вот видите, какое. Но какое самое простое бытие? Бытие много. Вот вы бытие, я бытие, вот бытие, вот бытие. А самое простое бытие как называется? Такое бытие, про которое больше нечего сказать, кроме того, что оно есть, и все. Как называется такое бытие, про которого нечего сказать, кроме того, что оно есть? Как? Чистое бытие. Знаете, как хорошо? Чистое бытие. Кто не знает, что такое чистое бытие? Это есть и все. Есть и все. Сразу вам объясняю, как надо сдавать. Экзамен, конечно, вы на этом не проедете, на чистом бытие, а зачет уже сдавать элементарно можно. Вот если я вас спрошу о чем-нибудь, что вы не знаете, и спрошу, что вы об этом знаете, что вы мне скажете? Что оно есть. Вот. Видите, как народ уже обучен. Все. Оно есть. Все. Поэтому обладание этим знанием позволяет нам спокойно смотреть в будущее. Уж зачет мы точно получим. А экзамен немножко так подтянемся и тоже будет. Значит, давайте обдумывать. Теперь задача вам такая – обдумать чистое бытие. Я вот говорю, можете обдумать. Это легко вам обдумывать. Это же самое простое. Оно есть. Видите, как? Ну, это мы уже сказали. А у вас, получается, как бы на топчемся на месте. А я, когда вам предлагаю обдумывать, значит, что-то я хочу от вас получить, какого-то еще знания. А вы секретничаете, скрываете от народа. И другим не хотите сказать. Наверняка знаете, но молчите. Что вы можете сказать о чистом бытии? Кроме того, что оно есть. Что вы можете сказать о чистом бытии, кроме того, что оно есть? Вот. Спасибо. Очень хорошо. А Гегель так же говорит, но так у него еще красивее получается. И больше нечего о нем сказать как о таковом. Ну, как о таковом. Если что-то вы имеете в виду другое, то, может, больше, а как о таковом – нечего. А раз нечего сказать, то вы к какой мысли пришли? О чем? Ну, у вас была мысль о чем сначала? О бытии. А теперь о чем у вас мысль? Вот. Чувствуете, как? Вот диалектика. У вас уже прирожденное качество диалектики имеется. Значит, что состоялось у нас? Какое движение мыслей? Переход чистого бытия в чистое ничто. Ну, теперь простая задача. Уже не такая простая, как для вас. А вот для вас. Вот там у вас двое сидит. Вы можете обдумать чистое ничто? Вам простое чистое ничто никогда не обдумывали? Что они обдумывали? Как чего? Придете домой и скажете, что у вас было на философии? Скажете, мы сидели и обдумывали чистое ничто. Это же редкость такая, правда? Ну, где еще вы обдумывать будете чистое ничто? В другом месте вас посчитают сумасшедшими. А тут считают, что вы продвигаете, вы уже продвигаете чистое ничто на рынок. Так, ну, к чему, к каким мыслям вас приводит обдумывание чистое ничто? Буду думать, как оно переходит в бытие. А что думать, как оно переходит? Оно как переходит или переходит? Переход. А как вы пришли к выводу, что переходит? Поделитесь своей творческой лабораторией. Вот вы обдумываете чистое ничто. Как вы пришли к мысли, что оно в бытие? Так мы просто на слово не берем. Надо бы вводить. Что-то несложный он. Какой он может быть сложный? Я же вам учил уже, как отвечать на то, чего вы не знаете. Был разговор? А почему вы знаете, как отвечать на то, что не знаете, не используете? Что вы должны сказать о том, что вы не знаете? Что оно? Ну, значит, о чем вопрос был? О чистом ничто. Что вы знаете про чистое ничто? Можете сказать? Что оно есть. С одной стороны, берем ничто и говорим о том, что раз оно есть, то оно не ничто. А что? Значит, оно у нас в голове и в нашем разговоре. Вот при всеобщем стечении народа и при таком количестве свидетелей мы видели, что чистое ничто превратилось в бытие. Ну, это же важно. То есть, на самом деле, такого нет, что вот мы берем елку, она и говорим, елка – это елка. Потом еще берем опять, елка – это елка. Вот. И видим превращение в нашем сознании движения категории, когда мы берем чистое ничто, оно превращается в чистое бытие. Так и в жизни. Если это в словах, если это в категориях, а наши слова и категории, они сколько раз повторяются. Повторялись в истории человеческой, прежде чем они закрепились как категории. Миллиарды раз. Тысячи лет этим занималось человечество. Поэтому, если это вот так закрепилось в каком языке? В любом развитом. В любом развитом. Хотите немецкий, хотите французский, хотите русский. Ну, вот, может быть, там есть в Африке какие-то народы, у которых не развитый язык, или, может быть, некоторые народы севера, которые недавно получили письменность и так далее. А во всяком, Гегель говорит, во всяком развитом языке эти переходы сохраняются. А раз они сохраняются, вот мы получили, а до этого-то что мы получили? Бытие перешло в ничто, а ничто есть. То есть, оно перешло в бытие. И что тогда у нас получилось? Бытие переходит в ничто. Ничто переходит в бытие. Так? И что из этого вывода какой? Что нет ничто и нет бытия. А есть лишь движение, исчезновение бытия в ничто, а ничто в бытие. А? Ну, это вывод уже не так. То есть, элементарно выводится, а вывод-то непростой. Что нет никакого такого мертвого ничто, которое будет ничто и все. И нет никакого такого бытия, которое было бы бытием и все. А есть только такое бытие, которое переходит в ничто, и такое ничто, которое переходит в бытие. И есть только движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие. И как назвать это? Надо как-то это назвать, это движение перехода бытия в ничто, а ничто в бытие. Вы можете назвать что-нибудь такое в нашей жизни? В вашей жизни, чтобы не переходило в свою противоположность? Тут есть кто-нибудь, кто только будет всегда быть ем, и никогда не будет ничто? Чего-то никого никто не выступает. Меня не жалко. Я пожилой человек. А что такое пожилой? У меня преимущество есть, я пожил. А у вас недостаток есть? Вы еще не пожили? Только не вздумайте прыгать с 25 этажа с этими селфи. Мы постараемся. Постарайтесь, пожалуйста. Некоторые хотят остаться молодыми на всех снимках навсегда. Но это чревато. Итак, как мы назовем вот такое движение? Исчезновение бытия в ничто, а ничто в бытии. Такое движение, обратите внимание, движение не похоже ни на какое формально логическое движение, потому что это прямо противоположные, два противоположные движения в одном движении. Бытие в ничто, ничто быть. Вас это удивляет, такие движения? Вот у вас кровеносная система. Вы отличаете аурту и вену. Венозную кровь и артериальную, они как двигаются? Прямо в противоположных направлениях. А вот вы сейчас вот выдыхаете или выдыхаете? А у вас в организме есть процесс такой, такой, что у вас кислород усваивается и выделяется углекислый газ. Есть такие, у кого нет такого процесса? Вроде нет, да? Если есть такие, то лучше выйдите, потому что я с такими экземплярами не умею работать. Только с тем, кто дышит. И наоборот. И наоборот. Значит, с одной стороны, кислород усваивается, выделяется углекислый газ. И в то же время вы снова выдохнули, и снова, снова этот процесс продолжается. И через легкие в кровь поступает новая партия кислорода, и в то же время углекислый газ выделяется и так далее. Это вообще, обмен веществ, это характерно для любого белкового тела, для жизни. Потому что жизнь есть способ существования белковых тел. Нам повезло, мы с вами белки. Ура! А могли бы быть скалой? Нам повезло. Приятно, правда? Как называется вот это, вот к вам теперь вопрос. Как называется это движение исчезновения бытия в ничто и ничто в бытии? Становление. Становление. А вы как думали? Видите, как она сначала говорила про становление, первое я. А теперь, когда ей рассказали, что она говорит, нет, это что за чертовня какая-то? Не похоже, да? Похоже? Похоже на становление? Именно оно и есть. Вот именно оно и есть. Вот именно оно и есть, это движение исчезновения бытия в ничто и ничто в бытии. Надо назвать, как называется переход бытия в ничто, надо сказать, и как называется переход ничто в бытие. Это вы можете не знать. Почему? Потому что вопрос о названиях, это вопрос не логический, а исторический. Это вопрос истории и философии. Из ничто в бытие это у нас получается? Не из ничто, не из ничто. Не вы из ничто выходите, а ничто переходит в бытие. Как называется это? Возникновение, вот. А переход бытия в ничто? Прихождение. Как-как-как? Прихождение. Очень хорошо. Вот. Возникновение и прихождение. Все приходящее. Вот хочу вам заметить. Мне в свое время пришлось преподавать политэкономию. И у нас в программе была такая тема. Возникновение и становление социализма. С точки зрения философии совершенно безграмотное. Что значит и становление? В становлении то есть и возникновение и прихождение. И никогда не было прихождения. А раз, значит, наша экономическая программа или программа политэкономии и партийная программа, которая была принята на 22 съезде в 61 году, она вот один момент прихождения, который, может быть, не замечала. Его нету как бы. И для могучей партии его тоже нету. И для государства его нету. А раз его нету, зачем нам государство, диктатуру, пусть будет общенародное. А если я не веду, я считаю, что нет негативных тенденций, то зачем с ними бороться? Ну, как бы я вот, у меня левого глаза нет. И я то, что слева, если кто придет. Если вы тут будете со мной ввывать, с правой, я отобьюсь. Я с вами справлюсь. А тут, а здесь они вот сейчас подойдут мне раз по голове и все. Почему? Потому что я вообще не вижу отрицательных тенденций. Нету ее как бы. Нету. То есть для нашей науки широко распространенной преподаваемой в высшепартийных школах, университетах маркетизма, ленинизма. Ну, были отдельные экземпляры, которые считали тоже науку и логике Гегеля и на это обращали внимание. Но, как бы, для официальной, так сказать, партии, так сказать, зафиксированной науки, в программе партии нету таких. Все, как это выразилось, например, в докладе Хрущева на 22-м съезде. Социализм победил полностью и окончательно. То есть вот вы дом построили, этот, полностью и окончательно. То есть он никогда не разрушится. Вы верите в это? Что он никогда не разрушится? Есть такие дома, которые никогда не разрушатся? Только перестаньте их окапливать, перестаньте ремонтировать. Сейчас вот это все протечет, потом будет мороз, это все развинется. И это будет обрушиться и будут здесь, на этом месте развалены. Журналистские развалины – это такая достопримечательность. Высшая школа развалена. У нас такая была история прямо вот на нашей кафедре. У нас кафедра была на третьем этаже, кафедра социальной философии и философии истории, на которой я и работаю. Профессор кафедры социальной философии и философии истории. И вдруг смотрим, у нас там все, третий этаж, хорошее помещение, все мокрое, мокрое, сыплется, валится. Нам, приходят нам представители ремонтных служб, говорят, вам нужно срочно отсюда уходить. Почему? Потому что это починить нельзя, потому что там вот так сделана кровля, там постоянно протекает. Она обрушится и на вам упадет, и вас убьет. И нас отправили куда? Вы не знаете, что у нас в нашем здании, где находится наш институт философии, раньше была поликлиника университета. Вот, как раз вот где эта поликлиника, где пахнет йодом и другими медикаментами, находится теперь наша кафедра. Только нас туда перевели. Мигом отремонтировали там отлично. Ничего там не течет, ничего не падает, все хорошо. А у нас там поменьше, и потом из-за того, что у нас первый этаж, теперь нам надо решетку, чтобы к нам никто не залезал, и мы сидим за решеткой. Но не в темнице сырой, там не сыра, но йодом пахнет. И меньше у нас, ну ничего. А если это не делать, ну, конечно, может все это обрушиться. Вот у нас ремонт был недавно, не заметили этого нашего здания, желтого? Долго ремонт, много денег потратили. Да, ремонт был и главного здания, тоже видели, наверное, там. Все трещало, все переделывали. А вот Потемкинский дворец, ремонт не делают. Потому что так было сделано давно, что оно и так стоит. Я вот знаю, например, я там, где я живу, на 2-м Муринском проспекте, там на углу 2-го Муринского и Светлановского стоит дом сталинский. Я его наблюдаю с 67-го года, с того момента, когда я туда переехал. Ничего с ним никогда ничего не делал. И с ним ничего, ничего не делается. Вот оно такое светлое, потому что его облицевали такими плитками, которые отталкивают грязь. А Невский проспект покрыли такими материалами, которые притягивают грязь. Поэтому каждый раз надо перекрашивать, чуть ли не каждый год. Это плохо или хорошо? Для тех компаний, которые занимаются покраской, это очень хорошо. Это же фронт работы. Опять Невский покрасить весь. Или там, помните, как украшает весь Невский? Это разве плохо? Украшать или отремонтировать. Иди и крась. И легко, и хорошо, и деньги идут. Откуда? Из госбюджета, гарантированно. А на этот дом это одна растрата. Ну ничего не надо делать. Ничего. Так это умрут все компании. Строительные, ремонтные. Если будут такие дома. Надо изжить эти дома, взорвать их и все. Они подрывают нашу экономику. Ну и людей переселить в какие-нибудь временные дома. Потом из этих в другие. Потому что новые строить и так далее. Так. Ну вот. Значит, как назвать эти возникновения. Один процесс, а другой прихождение. И вот наше с вами становление уже предстало перед нами, как такое противоречивое единство возникновения и прихождения. В котором борются две противоположные тенденции. А как это выразить по-другому? Куда делись бытие и ничто? Куда-то они пропали. Было же у нас единство бытия и ничто становление. А где они теперь? Смотрите, что получилось. Было единство бытия и ничто. Было все хорошо и просто. Есть бытие, есть ничто, они друг друга переходят. Нету теперь никакого бытия и ничто. Есть возникновение и прихождение. Куда делись? Достаньте. Верните обратно. Так все было хорошо, и вдруг они куда-то и исчезли. Объясняю. Прихождение – это что? Это бытие, запятая, переходящее в ничто. Правильно? Короче, что это? Ну, как молодежь сейчас говорит. Что вы еще не вышли из этого возраста? Молодежь говорит, короче. Я начинаю вам лекцию, говорите, короче. А короче – бытие. Ну, бытие, переходящее в ничто, это же бытие. Ну, красное яблоко – это что? Вот. Гениально. Красное яблоко – это яблоко. А теперь ничто, переходящее в бытие, то есть возникновение. Это что, короче? Короче! Вот. Ну, прекрасно. Вот они. Вот они. Казалось, что их нету. А они появились. Вот они есть. И бытие – ничто. А вывод-то какой? Вывод-то не такой простой, что чисто логический. Что в жизни, дорогие товарищи, никакого ничто, которое не переходило бы в бытие, никогда не бывает. Есть только такое ничто. Это формально. Вот мы вначале только, когда логически разбираем, вот мы брали это ничто как ничто. Оно все равно перешло в бытие. И бытие тоже всегда переходит в противоположность. Бытие всегда в жизни переходит в ничто. А ничто всегда переходит в бытие. И никогда не бывает других бытия и ничто. Они существуют, как переходящие в свою противоположность. Это важно? Это уже совсем по-другому звучит, правильно? Это уже научный вывод, что и бытие, и ничто – это категории, которые переходят в свою противоположность. И тогда становление у нас представляется как единство чего? Противоположностей. А как называется единство противоположностей? Не знаете такую категорию? Не слышали? Как называется единство противоположностей? Да знаете, а? На каком буху? На буху пэ. Но это не я. Я тоже на буху пэ, но это не я. Но это то слово, вы не только знаете, а многократно повторяли. И это приятно встретиться со знакомым, а когда с другой стороны зайдешь. Вообще неожиданно. Как называется это вот? Единство противоположностей. А не слышали такой закон единства и борьбы противоположностей? Не слышали? Слышали, наверное? Диалектический закон единства и борьбы противоположностей. Слышали? Преткновение. Как? Откновение. Диалектический закон единства? Не. Если я думал, вы скажете откровение у вас. И откровение вам. И вдруг вы проснулись и сразу можете сказать, что это такое. Ну вот видите, это вот, это меня радует. Почему меня радует? То есть иногда мне кажется, что мои трилекции-то не нужны. Зачем я здесь сижу? Вы и так все говорите. А тут видите, как я вот сейчас с гордостью могу сказать. Видите, я сейчас скажу, и получается, что я нужен. Еще пока. Причем, когда я только скажу, уже вроде я и не нужен. Потому что вы скажете, так мы это тоже знали. Так а что вы знали, не говорите. Я поэтому и тяну, чтобы это тянуть, хотеть тянуть этот вот момент, когда я уже не нужен буду. Значит, это единственная борьба противоположностей, это всегда называлось противоречием. Кто этого не знал, скажите, пожалуйста. Это я вам продвигаю, продвигаю. Учение о противоречиях, чувствуете? То есть, я вот делаю то, чем вы должны заниматься. Видите, как я расхваливаю там какое-то бытие ничтожное, в котором ничего нету. Это ничто, которое переходит в бытие. Если можно ничто так расхваливать и продвигать, что вам тогда какой-нибудь товар серьезный продвинуть? Там знаете, сколько этих бытией и ничто в любом товаре, правда? То есть, кто такие эти диалектики? Они вот и продвигают такие пустые вроде вещи, А вот они кажутся пустыми. А что такое пустое? Это абстракция, да? А что такое абстракция? Она и с отрицанием всего более конкретного. А что значит отрицание? Если я вас всех отрицаю, это что значит? Это значит, я должен подойти и от вас оттолкнуться. Это не вы. И я с вами тоже не согласен. И от вас. Отрицаю я и вас тоже оттолкнулся. И от вас. Но я не буду подходить. Вы представите, что я оттолкнулся, да? А потом вы скажете, а что вы к нам пристаете? Сейчас же знаете, как чуть-чуть что, сразу начинает там домогательство сказать. Так я говорю, отрицал. Ах, так вы отрицали. А всякое отрицание, оказывается, оно наоборот прикосновение. Так? Так вот, в том-то. Ну, у Гегеля это зафиксировано специально в начале науки логики. Чтобы нарушителя спокойствия выкинуть из храма, его приходится обнимать. Или, представляете, борцов греко-римского стиля. Или обычных, так сказать, борцов. Которые, так сказать, классическую борьбу ведут. Что они делают? Вот пока они еще не начали. Свистка еще нет. Они стоят и стоят. Это борьба? Нет. А с чего начинается борьба? Чего делают? С чего-то разновиться. Нет. Классического стиля они первым делом обнимаются. Но это что они делают? Борцы же классического стиля. Они должны повалить. Они друг друга, значит, охватывают. То есть, вот какая задача. Это борьба. Хорошо. Не борцы. Две армии. Вот помните у нас стояние на реке, на Угре? Вот стоят и стоят. Это что? Это что? Борьба? Война? Нет. Так, чтобы началась война, что нужно делать? Сблизиться. Если вы хотите меня стукнуть. Вот вы хотите меня стукнуть. Вам не понравилась моя лекция. Что вы должны делать? Взять что-нибудь тяжелое и ко мне подойти. Ну, так или не так? Поэтому я вот, если вы будете ко мне подходить, я на всякий случай отодвинусь. Думаю, мало ли чего сейчас будет. Откуда я знаю, что у вас в голове? Я не знаю. Только, ну, как можно подраться с этим? Значит, надо прикоснуться. Иначе никак. Можно кинуть предмет. А? Кинуть предмет. Значит, предмет-то от вас летит. Это вы в виде предмета. Это ваше действие. Да, на нем как бы написана ваша фамилия. Я потом напишу. А вот у меня свидетели есть. Вот три человека. Они все напишут, что предмет прилетел от нее. Ее фамилия такая. Я еще и не знаю вашей фамилии. Они уже, они знают. Но они как люди честные. Они вообще за вас. Но они еще за истину. А для них истина выше всего. Они не могут сказать, что это я в вас кидал, когда вы в меня кидали. Они напишут. Она кинула в него. Она думала, что кидал. А вы напишите. Я думала, что у меня цветок. Вот я представила, что у меня роза. Я и бросила в него. А оказалось не роза, а что-то тяжелое. Ну, что-то вы должны объяснить. Какое-то у меня было помутнение. Или я разожлилась на себя, что я не могу понять, как называется это движение исчезновения. Быть я в ничто, а ничто в бы сия. И была в состоянии аффекта. А если вы были в состоянии аффекта, можно вас наказывать? Нет. Вы освобождаетесь от уголовной ответственности. Ну, так надо себя подвести под это дело, что вы были в состоянии аффекта. А не просто выкинули и все. Если вы кинули и все, то тяжело. Вот если вы сразу объясняете, что я была в состоянии аффекта. И когда я кинул, вот только тогда у меня аффект прошел. Когда я увидел, какое тяжелое, я приношу глубокие извинения. Эти глубокие извинения соседствуют с глубокими шрамами на моем теле, лице. Значит, возвращаемся. Бытие. Есть только как переходящее в ничто? Ничто. Есть только как переходящее в бытие. И что получилось? Смотрите, что у нас вся конструкция, на которой все это наше здание, в котором мы строили целую лекцию, у нас осталось вроде ерунда, там, 10 минут, а уже все зашаталось. Почему? Становление есть благодаря чему? Что есть бытие и есть ничто. Они друг друга переходят. Так? А бытие-то только есть как переходящее в ничто, а ничто как переходящее в бытие. То есть становление есть благодаря разности бытия и ничто, что они разные. А эта разность в становлении, что? Исчезает. Так или не так? Повторяю. Первый тезис. Бытие и становление есть благодаря разности бытия и ничто. Разность надо понимать не в смысле 5 отнять 3. Не в арифметическом смысле, а просто вот мы с вами разные люди. Согласны? Я ничего про вас плохого не сказал. Мы просто разные люди. Вы можете считать, что вы лучше, чем я. А я тоже считаю, что вы лучше. Но все равно мы разные люди. Мы разные люди. Разность у нас есть. Мы разные люди. Люди и все. Так вот, бытие и ничто – это разные категории. Разные категории. Становление – ничего бы не переходило бытие в ничто, а ничто в бытие, если бы они не были разными. Отсюда и вывод такой логический. И Гегель это записывает в науке логики в самом начале. Что становление есть благодаря… Вот в любимой вами становление есть благодаря разности бытия и ничто. То есть на этом все зиждется, так сказать, наше дальнейшее рассуждение. Но тут мы с вами пока изучали и выяснили, что бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие. И вот эта разность, о которой мы говорили в начале, она исчезает. Вывод. Значит, становление есть благодаря разности бытия и ничто, а эта разность становления и благодаря самому становлению исчезает. Вывод. Ну, какой вывод вы сделаете, уважаемые граждане? Куда вы продвинули свое становление? Двигали мы его, двигали, двигали. Я вот продвигал становление, и куда я его задвигал? Придвинул к тому, что оно, ну, если… Оно есть благодаря разности бытия и ничто, а разность исчезает. Что с остановлением? Тоже исчезает. Тоже исчезает. Логично. И все, добытое нашим непосильным умственным трудом, что? Исчезло. Ну, и нормально. Лекции скоро заканчиваются, надо уже стереть это все, чтобы договорили, и все. Все, что я вам говорил, это все ерунда. Ну, а что получилось, так ведь? Ну, примерно так. Ну, а что значит исчезает? Исчезает в логике, и вообще, и в диалекте, и в жизни. Ничего не исчезает бесследно. Исчезает означает, отрицает себя. То есть, становление отрицает само себя. Вот как мы это перестроили. А иначе все пропало у нас тогда, зря просидели. Ну, в тепле сидели, мы же не на морозе сидели. Там бы мы замерзли, а здесь нормально. Значит, становление исчезает. То есть, становление себя отрицает. Что является отрицанием становления? Кто может сказать? Так просто уже не скажешь. Я у вас завел вас туда уже в такое место. И такие зеври, из которых самостоятельно уже не было. Поэтому я уже перестаю вас спрашивать. И начинаю вас отсюда выводить. По одному. И вместе сразу. Значит, давайте еще раз посмотрим на становление. Особенно к вам обращаюсь. Становление – это беспокойное единство, бытие и ничто. Согласны? Это переходит одно в другое. Отскажите, пожалуйста, а что является отрицанием беспокойства? Вот. Очень приятно с вами иметь дело. Так вы сразу, четко. То есть, мы вместо этого беспокойного единства, бытие и ничто, получаем что-то спокойное. Это раз. Второе. А единство? Это вот когда говорят единство, это значит много этих элементов или один элемент, когда единство? Много. Один? Вот вы, вот если вы скажете, я едина сама с собой. Как это смотрится? Так, народ не будет вот так вот поворачивать, который на вас смотрит? Где сказать, я едина сама с собой? А вот мы с вами, а мы с вами можем сказать, что у нас, мы люди разные, а позиция у нас по этому вопросу единая. То есть, мы когда можем говорить о единстве? И единство предполагает, что есть различие. Мы вам с вами только тогда можем быть едины, когда мы разные. Когда мы не разные, а не разные мы, это вот вы сами с собой, одна сама. И вот вы сядете и скажете, я вот едина сама с собой. Все посмотрят, скажут, да, заучились вы. Мне отец говорил, ты, Миша, заучился. И вам скажут, что вы заучились. Кто это вас там преподает такой чушь? Что я едина, елка это елка. Я едина сама с собой. Вывод. Значит, отрицание становления, это отрицание, во-первых, беспокойства. И отрицание множественности. То есть, отрицание вот этого вот. Единство. Значит, а что является отрицанием единства? Единство, это значит, это такой хитрый, такой замаскированный разговор про то, что нас много. У нас такой вот мод с вами может быть единства, потому что нас по крайней мере два. Или три, или четыре. Но не может быть. Если нету этих двух хотя бы, нет никакого единства. Значит, отрицание становления, это отрицание беспокойства и отрицание множественности. То есть, единства. То есть, а отрицание множественности, это что? Отрицание сложного. А отрицание сложного, это что? Это же слишком сложное. А? Простота. И вот теперь вывод, который за пять минут мы до окончания наших занятий можем сформулировать. Что отрицание становления, это спокойная простота. А, как вам вывод нравится? Красиво же? Красиво. Спокойно. Вы пойдете спокойно, со спокойной простотой. Ну, вам не нервничать перед уходом, как-то после лекции. Спокойная простота. Спокойное и простое. И что вы можете про это спокойное и простое сказать? Что вы можете сказать про это спокойное? Все, оно есть. Вот. Вот. Вот это рефлекс, правильно. Потому что это вкусно. А раз оно есть, то это... Что? Бытие. Какое? Ну, нечистое же. Ну, нечистое же. Чистое бытие же. Вы знаете меня? Я говорю, нечего сказать. А здесь мы уже наговорили с вами. Полтора часа говорили. У вас язык повернется сказать, что это чистое бытие? Нет. Это такое бытие, которое является результатом. И вот такую новую категорию, прошу ее запомнить. Результатом отрицания становления. Но отрицание в диалектике никогда не бывает полным уничтожением. Упразднением. Это отрицание в диалектике в себя называется снятием. То есть оно отрицание с удержанием. Вот если я пойду и вас оттолкну, это будет что? Что вы исчезнете, что ли? Может, я после этого исчезну? А вы останетесь. Правильно? Отрицание само по себе не может быть только одним отрицанием. Оно всегда удерживает то, что отталкивается. Если я вас отталкивал, значит, я отталкивал, значит, там написано вас. Вы там присутствуете в этом. Ну, не хотите брать этот вариант? У вас родители есть? Вы можете считать, что вы их отрицание? Ну, вы это они? Вы или это они? Они-то не вы. И вы не они. Или вы считаете, что вы и они одно и то же? Значит, вы их отрицание. Ну, вы на них же похожи. Ну, раз похожи, значит, вы какое отрицание? С удержанием. Хорошо. А на бабушек, дедушек вы тоже похожи? У вас сколько? Две бабушки, два дедушки, между прочим. Четыре уже. А их вы тоже ведь отрицаете? Вы же не бабушки, а не дедушки? Нет. Значит, но вы же на них тоже похожи? Ну, в чем-то. Ну, дальше уже про бабушки. Ну, все равно вы в итоге же понимаете, откуда это все идет. А дальше мы пойдем. Дальше пойдем. И вот это вот. То есть, вы там, представляете, вы ответственность свою понимаете. Вы вообще. Но я не буду именно от обезьяны начинать. Но, во всяком случае, сколько поколений прошло, прежде чем вы появились. И вот за них, за всех вы несете ответственность. Вот и думаете, как вам сдавать философию. Если вы плохо сдаете философию, кто виноват? Все они и виноваты. Вы придете, они скажут, что вы так сдали. Так вы так меня воспитали. А вы меня так учили. А я ведь ваше продолжение. Говорят, вы наше отрицание. Не надо, нам научили. Нас научили, что отрицание с удержанием. А отрицание с удержанием как называется? Снятием. Снятием. Вот это очень важно. Это самое главное диалектическая категория. Никакого зряшного отрицания не бывает. Всегда бывает лишь снятие. Всегда с удержанием. Поэтому говорят, вот коммунизм – это отрицание капитализма. Это что значит? Ну, это значит, что капитализм – это мама коммунизма. У вас с мамой бывают конфликты? Такого коммунизма конфликты с капитализмом бывают. А бывает так, что это вот такие конфликты, что вроде и коммунизма снова нет. Как в Советской… вот сейчас, как у нас в России. Бывают такие конфликты? Бывает. Но потом он снова появится. Но нет этого ребенка, так другой будет ребенок. Это же не проблема. Видите, вы уже ура начинаете. Уже поняли, что такое снятие. Это могучая такая штука. Некоторые люди этого не понимают. Говорят, вот само определение, например, социализма в чем состоит? Социализм – это коммунизм, который еще только выходит из старого строя и во всех отношениях носит отпечаток того строя, из которого он вышел. А Маркс в критике годской программы употребляет даже такое понятие – родимые пятна капитализма. Если родимые пятна. Кто родил коммунизм? Кто рождает коммунизм? Кто? Ну, кто рождает коммунизм? Капитализм. Вы против капитализма? Против мамы? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нельзя против капитализма. Капитализм – это же он… Он порождает рабочий класс, он организует рабочий класс, он этот рабочий класс воспитывает, он его дисциплинирует, он его обучает. Тот рабочий класс создает советы. Этот рабочий класс придет к классе и скажет, капитализм – вообще все дрянь. Не все дрянь, потому что, скажем, банки – это идеальная бухгалтерия нового общества. А зачем большевики брали телеграф, телефон? Да потому что это за достижение же капиталистической эры. Что, выбросить надо, что ли? Скинуть с корабля современности все, что сделал капитализм. Наоборот, взять и развить. Правильно? Ну, вот это не примитивный такой подход. А иначе вот это сплошные противопоставления. Такие, это не единство противоположностей, а то, что кажется противоположностью. А если мы с вами совершенно разные и на разном расстоянии, и никак не соприкасаемся, сейчас мы с вами просто обмениваемся, а если мы еще и говорить не можем, и видеть друг друга не можем, так у нас нет никакого взаимодействия. Мы никакие не противоположности. Вы один столбик, а я совсем в другом месте другой столбик. И при чем тут вообще эти все отношения? Никакого тут противоречия нет. Вот такая картина. Ну, вот если так смотреть с позиции данной специальности, что мы тут не забываем, что мы тут что-то продвигаем, все время что-то продвигаем. Ну, вот я тоже пытался продвинуть в этой аудитории, так сказать, немножко диалексику. И я чувствую, что это, в общем, нормально проходит. У нас понимание вполне есть. Да? Что позволяет мне вас поблагодарить за активную работу на лекции? Хотя вроде лекция считается, что это, так сказать, лекция, это вы должны молчать, а я должен вещать. Вот. А у нас с вами, кстати, она идет, во-первых, нас не так много, а во-вторых, во-вторых, у нас активная форма обучения. И потом мы на это посмотрим, значит, на канале YouTube, фонд рабочей академии, можно, так сказать, посмотреть. Вот. и частично видеть. Вот я вот спросил уже, Степан, потому что он в следующий раз, наоборот, так будет, чтобы вас было видно, а меня не видно. А что на меня смотреть? Не надо? Я думал, вы красивее меня. А вы что, считаете, что я красивее? Вот это да. Ну, вы даете. Вот это. Ну, что-то такой новый сорт женщин появился такой, который считает, что мужики красивее. Вот мы в студенческое время пели такую песню «Шрам на роже, шрам на роже, для мужчин всего дороже, шрам на лице, шрам на лице есть украшение мужчин». А тут наоборот, прям все говорят, не надо нас, мы некрасивые, вот вы красивые. Я, что ли, красивый? Не, так не пойдет. Что, вы против, что ли? Ну, давайте так сделаем, и так. Ну, мы поставим его сбоку, пусть показывает меня и вас, как мы с вами разговариваем. Тружба преподавателей и студентов. Это плохо, что ли? Что у нас установились творческие взаимоотношения. Должно быть видно, что мы в университете, у нас творческий процесс. А кто будет клеветнические всякие вещи, я хочу вам сказать, что у меня был такой опыт в жизни, что такие милые женщины, докторы экономических наук Силыковской и еще там некоторые, написали про меня, что я там такое наговорил на лекциях. Я тогда понял, что не надо бояться того, что вы запишут, что вы делали. Надо бояться того, что вам припишут. Вот я сейчас напишу, что вы меня били по лицу. И еще найду и свидетелей. Не знаете же, как находятся свидетели? Ну вот. А у нас записано, что мы милые и хорошо с вами беседовали. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Продолжение следует...